всем привет как вы знаете в одном из моих прошлых видео я поговорила о том какие же профессии будут актуальны в будущем я упомянула физику математику программирование но я очень много говорил о физике и ставила большие ставки на эту профессию в этом видео я бы хотела поговорить серьезно более подробно чтобы дать вам overview у вас было больше понимания что вообще это за профессией и какие возможности могут быть если вы пойдете изучать физику в университете в общем диплом физика это огромное преимущество потому что вы можете пойти работать кем угодно от айти финансы научный деятель также после окончания университета у вас будет огромное количество навыков которые можно применить вообще где угодно и наверное ключевое слово этой специальности это high employability и повышенное трудоустройство переводится на русский наверно диплом физика дает вам очень много преимуществ куда же пойти работать давайте сейчас разберемся сразу куда можно пойти работать после окончания университета по физике как я уже говорила это огромный миф что если вы идете на физику или математику потом вы после этого вам только дорога в ученые которые получают небольшую зарплату россии и все нет давайте же развеем этот миф сейчас можно пойти куда угодно например аэрокосмическая и оборонная промышленность то что сейчас очень актуально мы должны изучать другие миры другие планеты образование и я могу здесь отдельно поговорить потому что в англии особенно в америке в таких странах у не хватает учителей по физике потому что даже на моем примере у меня в школе в американской физику вела учитель биологии потому что ну не хватает и когда к нам приходил учитель физики в университете рассказывала о своем карьерном росте он говорил что если вы закончите физику и потом получите сертификат о том что вы можете преподавать у вас просто вы будете на расхват потому что клик квалифицированные учителя физики сейчас востребованы по всему миру также это энергия ядерная промышленность электричество и вы знаете что сейчас многие переходят на электрическую энергию на солнечную энергию тут тут тоже есть свои косяки тоже тут есть свои проблемы которые нужно очень быстро решать по этому миру нужны квалифицированные физики которые в этом разбираются инженерия инженерия это понятное дело там есть разные подвиды даже есть квантовая инженерия есть строители нефтяная промышленность наука но это классическая пойти в аспирантуру стать ученым и получить нобелевскую премию финансы и математические модели это наверное самые самые распространенные актуальные очень много выпускников физики идут финансы во первых потому что там очень много платят во вторых у вас есть набор навыков которые необходимы для этого ну и в третьих у вас есть огромная очень большая математическая база где вы можете строить разные математические модели прогнозировать в общем разным огромным мировым компаниям банкам очень нужны квалифицированные физики естественно это технологии программирования как я уже говорила на этой специальности мы также изучаем айти также изучаем разные языки программирования и ну сейчас это более чем актуально когда вы выпускаетесь университета вам нужно иметь резюме то есть CV и CV вы должны начинать по идее вот с самого первого курса диплом никому не нужен всем нужно ваше резюме и в этом резюме вы должны включать те навыки которые вы получили специальность физика это наверное самая богатая профессия богатая навыками приобретенными в течение изучения этого курса в университете поэтому сейчас я озвучу во первых это problem solving то есть вы умеете решать проблемы во вторых это reasoning то есть у вас очень хорошо работает логика вы все структурировано думаете третьих это numeracy то есть у вас есть skills навыки в математике и это просто самое самое ценное что можно получить в этой профессии математика нужна везде и повсюду и всем также словесная задача вы можете делать математическую модель что очень важно немногие могут этим похвастаться но именно физики математики умеют это делать это очень ценно practical skills то есть вы умеете все делать на практике планировать обращать внимание на мелкие детали что очень важно также это communication вы можете общаться с людьми общаться так что вас будут понимать все уметь выражать свои мысли правильно айти программирование еще один очень-очень важный навык research skills вы самое главное что вы можете искать информацию вы можете обрабатывать информацию отделять недостоверную от достоверной информации что очень тоже важно физика она собирает все навыки в себе и поэтому ваша себе будет самое сильное и у вас будут огромные шансы получить работу которую вы хотите но также как я уже говорила вы можете пойти в науку в аспирантуру получить phd стать доктором наук это тоже сейчас важно потому что ну как вы знаете наука сейчас очень очень быстро развивается и мы не знаем 90 процентов вообще всего мира я сейчас озвучу различные варианты куда вы можете пойти в аспирантуру например это астрофизик астроном космолог изучать вселенную звезды космос квантовая физика квантовая физика наверное самая актуальная сейчас куда можно пойти потому что это квантовые компьютеры и квантовая физика это новое новый раздел физики который кому никому еще не понятие что там вообще происходит и это очень очень интересно когда вы начинаете вникать в это все так что я вам очень советую задуматься об этом физика частиц математическая физика термодинамика тоже полезная и нанотехнологии сейчас это тоже актуально скажу самое самое крутое почему же вам стоит пойти физику то что все будут считать что вы умные потому что всегда когда я когда меня спрашивают о ты учишься в универе кем-то на кого ты учишься в каком факультете я говорю астрофизик и реакция в основном наверное 90 процентов реакция которая получает а вау это наверное очень тяжело ты наверное умная да очень прикольно очень круто наверное интересно и это очень ну вы согласитесь это очень круто когда я вас считает умными людьми но не знаю насколько это в россии но за рубежом это точно точно вас будет очень много внимания вы сразу становитесь звездой вечеринки и все внимание будет к вам потому что вы изучаете физику в россии к этому более спокойно кстати относятся а вот в англии в америке в европе это как-то очень почетно что ли я очень надеюсь что вы задумаетесь о этой профессии серьезно потому что физиков ну не хватает нигде многие люди уходят в маркетинг финансы в менеджмент не понимая того что если вы уйдете например финансы у вас будет такая вот очень узкий спектр и и вы можете пойти только туда если вы пойдете на физику вы можете пойти в маркетинг финансы айти математика инженерия аэрокосмическая промышленность квантовая физика наука в общем вы понимаете да в комментариях напишите какие-нибудь вопросы если у вас остались по поводу этой специальности вам обязательно всем отвечу и спасибо что смотрели это видео и всем пока и и и и и и и и